2019-й юбилейный год не только для Челябинской области, но и для Челябинской епархии. Сто лет назад она обрела своего первого правящего архиерея, а 30 лет назад, после репрессии и гонений, началось возрождение церкви на Южном Урале. И за это сравнительно небольшое время, вместо 17 приходов, их открыто уже более 100. Сколько храмов еще будет построено в ближайшее время, зачем нужен кафедральный собор и каким уникальным православным святыням можно поклониться на Южном Урале? Гость нашей студии сегодня глава Челябинской митрополии, митрополит Челябинский Мяский Григорий. Здравствуйте, Владыка. Добрый день, Марина. Добрый день, уважаемые телезрители. Да, вот в год 85-летия Челябинской области в качестве подарка вы преподнесли икону. Что это была за икона и почему выбор пал именно на нее? Это была икона Казанской Пресвятой Богородицы, список с чудотворной иконой. Икона эта почитается во всей России, пожалуй, это самая известная икона Пресвятой Богородицы на территории нашей Родины. Защищает, охраняет. Мы, православные христиане, молимся перед этой иконой. Русские православные христиане всегда к этому образу прибегали и в сложное для себя время, и в радостное. Благодарили Богородицу за ее помощь, за ее покров. Я надеюсь, что этот дар был принят губернатором Челябинской области, с одной стороны, как благословение от нас, от архиереев, епархий, которые входят в состав Челябинской митрополии, но с другой стороны, как некое благословение Божье. А вот уже исполнилось пять лет со дня служения, вашего служения в Челябинской области. Вот насколько она стала вам понятна и близка? Я с 2014 года был правящим архиереем в Троицкой епархии. Самое главное, создана церковная структура, приведен в порядок. Свято-Троицкий кафедральный собор, один из древнейших храмов Челябинской области. Все храмы первой половины XVIII века. И удалось построить несколько новых православных храмов, там, где они были необходимы, там, где были люди, которые желали заниматься строительством православных храмов. Но самое главное, мы активизировали работу церкви на Южном Урале, в самой, я бы сказал, южной части Челябинской области. Город Троицк еще называется солнечным городом. Совершенно верно, это солнечный город. К сожалению, сейчас город Троицк переживает не самый лучший период в своей истории. Но молюсь и надеюсь, что Господь все устроит, и Троицк будет возрождаться. Самое главное, люди оттуда не будут уезжать в поисках работы. Вот есть такая классическая фраза, нет пророка в своем Отечестве. Вот почему приезжие святыни вызывают ажиотаж среди прихожан в то время, когда в наших местных храмах хранятся уникальные реликвии? Совершенно верно. Но святынь здесь, в Челябинской области, на Южном Урале, не так много осталось исторических святынь. К сожалению, храмы были разрушены. И из огромного количества храмов на Южном Урале, которые строили наши предки, осталось совсем немного. Сейчас идет период возрождения. В настоящее время есть святыни. И одна из таких святынь, которых нет в других областях, это частица мощей святого апостола Андрея Первозванного. Она находится в Троицком храме. Есть храмы также, где находятся другие частицы святых мощей. Например, храм святого Василия Великого города Челябинска. И в других храмах также есть свои святыни. Пусть эти святыни не так известны, но, тем не менее, для нас они ценны тем, что они наши. И мы их также должны чтить. Иногда в нашу область по приглашению правящих архиереев из других регионов России доставляются разные святыни. И мы также имеем возможность им помолиться. Я думаю, этот процесс у нас будет продолжен. А вот как Вы считаете, достаточно ли храмов на Южном Урале и сколько еще нужно построить? Храмов на Южном Урале и, в частности, в городе Челябинске в настоящее время недостаточно. Как я уже сказал, мы строим большой кафедральный собор, рассчитанный на 3000 человек. Собор этот строится в память о том разрушенном храме, который когда-то стоял в центре Челябинска. Это нынешняя площадь у оперного театра имени Глинки. Собор также будет освящен в честь Рождества Христова. За годы советской власти в Челябинске было очень много разрушенных храмов исторических, которые были воздвигнуты нашими предками. И когда смотришь на эти фотографии, фотографии старых дореволюционных храмов, то поражаешься их красоте и задумываешься, что же это были за люди, которые были на нашей земле и эти храмы Божии разрушили. Сейчас, слава Богу, другое время. И мы имеем возможность строить храмы. Сам православный храм – это украшение города Челябинска, потому что он отличается от прочей городской архитектуры и своим внешним обликом любому человеку напоминает о Боге. Хорошо. А есть ли понимание, сколько храмов нужно не только построить, но и восстановить? Конечно. Если мы проедем на север Челябинской области, то мы увидим разрушенные храмы, особенно в тех селах, в которых осталось очень мало жителей, либо совсем нет жителей, а стоит храм. Для любого православного христианина это боль сердца. Для меня это тоже боль сердца. Я не могу пройти мимо оскверненного в прошлом храма, оскверненного богоборцами. И эти храмы обязательно должны быть восстановлены. К сожалению, не всегда хватает средств на восстановление храмов в сельской местности. Но у нас, у священнослужителей, у активных мирян, наших прихожан, есть планы по восстановлению всех православных храмов. Даже если этот храм стоит в чистом поле, и жителей не осталось вокруг него. А вот к вам уже обращаются прихожане с такими идеями, с такой поддержкой, что они готовы уже где-то восстанавливать храмы? Конечно. Таких людей немало. Я нахожусь здесь совсем непродолжительное время, менее трех месяцев. Но тем не менее, ко мне на прием приходят люди разного возраста, разного уровня благосостояния, и предлагают восстанавливать и строить православные храмы. И я надеюсь, что с помощью Божьей мы это самое время, которое нам благословил Господь, время, когда мы можем проповедовать Христа, умершего за наши грехи и воскресшего, и когда мы можем строить храмы, нам даровал Господь. И мы это время должны сейчас использовать. Вот вам предстоит очень важная миссия достроить кафедральный собор. Вот можно ли это считать каким-то знаком для вас? Я считаю для себя одной из первых задач, решение которых требуется сейчас именно в это время. И мы активно и в настоящее время занимаемся его строительством. Несмотря на то, что сейчас холодный период года, работы идут, я надеюсь, что в этом году с помощью Божьей мы завершим хотя бы частично внешний облик этого храма, а затем уже перейдем к интерьеру с тем, чтобы этот храм, самый большой храм на Южном Урале, был красивым и изнутри был наполнен святынями. Но самая главная наша задача – собрать приход, собрать прихожан, собрать людей, которые в этом храме обретут для себя второй дом и будут чувствовать там присутствие Божие. А как часто вам приходится взаимодействовать с патриархом Кириллом? Не один раз в год нам с ним лично приходится общаться, и он обязательно дает мне лично наставление о том, как сделать так, чтобы наша православная церковь на Южном Урале расцвела, чтобы здесь как можно больше стало и православных верующих, но и, само собой разумеется, православных храмов. Как у вас общение? Я так понимаю, он в вашей жизни сыграл очень большую роль? Само собой разумеется, мне пришлось перед тем, как я был направлен сюда, перед тем, как я стал епископом, несколько лет трудиться непосредственно под руководством святейшего патриарха в административном секретариате Московской патриархии. Я выполнял там различные послушания святейшего патриарха и старался, естественно, выполнять их тщательно с тем, чтобы работа моя оставила хорошее впечатление и у святейшего патриарха, но, естественно, принесла пользу церкви. Мне многократно доводилось быть на богослужениях, которые святейший патриарх совершал. Пример молитвы святейшего патриарха – это также пример для нас, для всех, и пастырей, и наших мирян, как нужно молиться Богу, как нужно обращаться к Нему, и какое дерзновение при этом нужно иметь. А затем уже, перед тем, как я был направлен сюда для несения здесь церковного послушания, святейший патриарх давал мне свои наставления, естественно, эти наставления я запомнил. Они касаются как меня лично, так и того, как необходимо здесь трудиться, чтобы церковь здесь активизировала свою работу. А вот в одном из интервью вы сказали, что, вот часто так бывает, когда берешься за доброе дело, обязательно возникают какие-то препятствия. Вот как к этому относиться и научиться их преодолевать? – Совершенно верно. Это не мои слова, это слова святых отцов, учителей наших. И они часто повторяют эту фразу, когда что-либо доброе, явно доброе, начинаешь делать, связанное напрямую с исполнением заповедей Божьих. Как правило, встречаются разного рода препятствия. И эти препятствия есть свидетельство того, что мы на правильном пути. Через них, проходя через эти препятствия, мы становимся людьми более совершенными. А потом, когда мы завершим это доброе дело, то, что мы намечали, то обязательно понимаешь, когда глядываешься назад на свой жизненный путь, понимаешь, зачем это было необходимо. Скорби, искушения нам в жизни необходимы для того, чтобы мы задумались о том, что не только мы трудимся, но самое главное – нам помогает Бог, что все через Него и все к Нему. Но еще есть один важный аспект, одна важная сторона вот тех самых препятствий, искушений, неприятностей, которые бывают на нашем жизненном пути, особенно, когда мы делаем дело. Мы становимся людьми более опытными и более закаленными. И через это, через эти искушения, неприятности, через несение своего креста становимся, самое главное, ближе к Богу. Кстати, сейчас идет Великий пост. Вот многие связывают это время с возможностью похудеть. А вот что Вы вообще посоветуете прихожанам и просто светским людям, которые вот сейчас вступили в этот период? Скажу то, что всегда говорю. Великий пост – это не диета. И пост не сводится только к гастрономическому понятию. Это не значит, что-то есть, что-то не есть. В Великий пост не разрешаются продукты животного происхождения, так называемая скоромная пища. Самое главное – это борьба со своими пороками, со своими страстями, со своими недостатками. Каждый православный христианин, который хочет поститься, который хочет соблюдать Великий пост, и к чему нас призывает церковь, должен в начале поста поставить перед собою цель. Что же я хочу сделать? Если это человек ставит цель похудеть, думает, что это диета, он сильно ошибается, потому что за время Великого поста можно поправиться, можно, как говорится, растолстеть. Нет, цель поста – это прежде всего борьба со злом, которая есть в себе, с тем злом, которое мешает жить человеку, жить счастливо на этой земле. И когда человек начинает бороться со своими страстями, пороками, недостатками, и явными, и тайными, он призывает Бога. И Бог ему при помощи поста помогает от них избавиться, помогает их преодолеть. Спасибо за ваши ответы. Митрополит Челябинский Мяский Григорий был в нашем эфире. Мы говорили о том, как возрождаются храмы на Южном Урале, и как настроить себя на Великий пост, чтобы преодолеть в себе зло. А с вами была Марина Кленова, и программа «Есть вопрос». Продолжение следует... Продолжение следует...